МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вектор супрацовництва – гомельские вытворцы проставить харчовую продукцию в белорусском павильоне у Чэнду. Не прайшоу мима. У Гомеля узнагородзили мужчину, який вырытывал на пожары двухгадовое дитя. На больнице Грады Ливни назавтра знову обвешено штормовое попередженне. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Выники працы Следующего комитета и расследования гучных криминальных справ. Президент Александр Лукашенко принял с докладом керавника ведомства Ивана Наскевича. И он распавел про тое, что колькасть криминальных справ за этот год выросла. Это связано с тем, что взрывень злочинности в Украине изменился. Что до следствия, керавник державы неодноразово подкресливал, что оно повинно быть максимально незалежным и эффективным. Это сустреча, попередничая в великой размове про выники працы всей правоохолной системы. Она может отбыться на наступном тыдне. Последний факт, который мне был доложен, я порушал разобраться уже оперативно-аналитическому центру по главному инженеру завода колесных тягачей, что ли там случай был, когда вывели следственное действие аж 4 с лишним года. И так ничего у судей не доказали вину человека. Это же не дело прийти к прокурору, продлить срок следствия и человека держать там непонятно зачем и как аж 4 года. Я поручил сейчас, идет, работает комиссия, чтобы вытащить на поверхность подобные дела. Пусть не 4 года, пусть 2 года, полтора года. Но если вы задерживаете человека, так вы докажите его вину в определенные законы сроки, без всяких там продлений. Это вот такой случай, который подтолкнул меня к разговору с правоохранительной системой в целом, органами. Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески. Есть же другие методы для того, чтобы не задерживая человека, взять его на контроль и получить факты противоправной деятельности, не мне вас учить. И, конечно, тут уже вам придется отвечать, потому что следователи допустили то, что произошло. Если вы видите, что недоработали на оперативном уровне, не надо задерживать человека. Спрашивайте с милицией, спрашивайте с комитета госбезопасности и других, которые занимаются первичными действиями. То есть в основе должна лежать все-таки справедливость. Иван Наскевич так само поведомил, як рухается расследование гушных криминальных справ, яки ознаходятся на особливом контроле президента. Протягиваем выпуск. Сегодня у Мазыры уручали узнагороды працевникам живелого годовли. А лепшие операторы машинного доения и операторы по доглядзе за молодняком стали первыми членами областного клуба мастры высоких надоев и привесов. С подробностями Ганна Корольчук. Мясо и молоко – стратегично важная продукция для нашей республики. От ее якости залежат не только здоровье нации, но и финансовые выники. Сиротсосветных экспортеров молока на Беларусь пропадает 6%, что достаточно высокий показчик для невеликой краины. Мы вырабляем на 135% молока и 35% мяса больше, чем с поживанием. Гомельщина уносит у этой личбы свой уклад. Так, например, Мазырский район займаем первое место со 118 районов Украины по вытворчасти молока в центнерах на один балый гектар сельско-господарчих землев. И, саправды, регион уже давно зарабил ставку на живелогадовчую галину. На ватрасленоводство в Мазырском районе ориентовали под кормовую базу для живел. И это принесло свой плен. Достигая такие значимые весомые результаты, мы строили новые объекты, заполняли их поголовьем крупнорогатого скота, поголовьем дойного стада. И вот та продуктивность животных, которая из года в год увеличилась, она уже на сегодняшний день результат по продуктивности крупнорогатого скота у нас в республике. Это пятое место Мазырского района, Нравлянского района это двадцатое место. Среди 118 районов в республике Беларусь позволяет нас не останавливаться на достигнутом. Такие выники не были б махчимы без людей, які кожный день сустракают святания и заходы на фермах. Доброй традицией на Мазырщине стало ушанование передовиков живелогадовли. Лепших доярок и целятниц больше за 10 годов тут примают у клуб майстров высоких надоев и привесов. А все лето такую практику вы решили расповсюдить на всю область. Первыми членами створного клуба стали 88 операторов машинного доения, які надоели 8 тонн и больше молока за минулый год, и 78 операторов по доглядзе за молодняком, які отримали 800 и больше граммов середнесуточного прибавления. Мы подводим каждый раз итоги среди механизаторов наборки зерновых. И, конечно, сегодняшнее мероприятие, оно тоже подтверждает, что забота человека – это, наверное, самое главное. Да, понятно, технологии не решают все. И вот мы рассматриваем вопрос, привести еще одно такое серьезное мероприятие с нашими техниками-семинаторами, собрать их со всей области, подвести итоги, поблагодарить за их труд. Потому что они определяют сегодня основу нашей животноводства, потому что они куют сегодня нашу безопасность в молочном скотоводстве. Варто означать, что за 2018 год 13 доярок Мазырского района досягнули вынику больше за 10 тонн середнего надою. Головной метой створения клуба и стало сприяние выконанию вытворчих планов, а так само працовное с поборництва для достигнения высоких показчиков. Однако до складаностя у гэтым майстрам свою прац и не привыкать. На фермах працуют люди особливой загортовки. В 4 часа начинается у меня дойка, заканчивается в 7. Второй раз начинается в 11, заканчивается в 2. Третий раз с 5 до 8. Отношешься к животным, так они дают свою отдачу. Как у вас по прошлому году показатель был? 870 грамм. У меня такое отношение, стараюсь, чтобы все было хорошо, делаю добросовестно. Нужно относиться к своему ребенку, быть внимательным. Сам же хочешь, кто хочет лучше жить, то лучше работать, естественно. Все зависит. Хорошо работаешь, хорошо зарабатываешь, хорошо к тебе относятся. Ни каких проблем, ни дома, ни на работе. Что-то надо обратиться, к примеру, предприятию, никаких отказов, ничего. За профессионализм и шматгодовую працу три человека отримали гоноровые грамоты Гомельского облвыконкама. Перед веком так само ушановывали представники Министерства сельской господарки, областного агропромыслового союза и объединения правсоюзов. Особные узнагороды отримали захатчики молочно-товарных ферм и начальники комплекса с лепшими выниками. В середах Саугас комбинат «Зара», молочно-товарные фермы «Барбаров» и «Великие зимовища». Ганна Коральчук, Валерия Гопанько, телерадио-компания «Гомельс» Мазырского района. Не меньше как 10 предприемств в Гомельской области представят свою продукцию в Национальном белорусском павильоне, который открылся на начале листопада в китайском городе Чэнду. Об этом сегодня поведены у старшиня комитета экономики областного выканавливающего комитета Игорь Аслюк подчас встречи с керавництвом китайской компании «Великий шауковый шлях» на предприемстве «Мелковита». Об новых перспективах супрацовничества сюжет Марины Джалой. Белорусский национальный павильон внешне будет нагадывать Мирский замок. На его площадь наши вытворцы смогут представлять любую продукцию. Таким чином час выключена прайс-листов и буклетов застанется оминулым. Споживцы и импортеры усе смогут убачить на свои очи, поспробовать и сделать выводы. Еще один аргумент на корысть перспективности павильона добрая логистика. Недалеко находится чекуночный порт. Белорусский национальный павильон появляется на территории Китая впервые. Он будет находиться в зоне свободной торговли Тиньбайдян города Чынду в железнодорожном порту. Это огромный логистический центр. На данный момент там уже действуют павильоны других стран. Белорусский национальный павильон это будет огромная платформа для налажения сотрудничества между Белоруссией и Китаем не только в сфере экономики и инвестиций, но также в сфере туризма, образования и культуры. Идея заявления Белорусского центра накерована на створение суместных предприемств с притягнением мясцовых инвестиций, распроцовку товарных пропанов специально под рынок КНР, як по смаковых перевагах с поживца, так и по санитарных, техничных и инших нормах, официально принятых у Китая. Побач с национальным белорусским павильоном так само размещены два буйные китайские оптовые рынки. На каждом представлено больше за 7 тысяч китайских вытворцев. Самый главный вопрос сегодня получить те документы, которые будут давать возможность работать на китайском рынке без каких-либо препятствий. До открытия павильона засталось не шмат часу, тому заразголовное продумать, какие предприемства Гомельшины готовы представить свою продукцию китайскому покупнику. Кольки конкретно удельников отправятся в Китай, поколь не вядома. Докладно, что не меньше за 10. У основным это будут представники харчовой промысловости, молочной, мясной, кондитерской. Например, предприемство мелковито, селита за 7 месяцев продало у Китай в 7 разов больше продукции, чем за таки же летошний период. Коля 80% отгрузок сухая сыроводка. Сотрудничество мы рады, причем чем думы еще не очень сильно представлены, поэтому надеемся, что благодаря данному формату мы расширим свое присутствие на данном рынке. Далее изъявится интернет-версия белорусского национального павильона, где вытворцы и импортеры смогут наладживать актуальное и зручное супрационистство. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». Коля 700 молодых специалистов приступили до працы в медустановах Гомельской области. Колькость урачов селита повеличилась на 215 человек, среднего персонала на 535. Найбольшь запотребованные урачи-педиатры, а так само специалисты хирургического профиля. Что тучится забеспечениями медицинскими кадрами района у потерпелых от катастрофы на ЧАЭС, тояно життевляется в первую чергу за кошт выпускников, які отримали адукацию на умовах метовой подрихтовки. У Гомеля узнагородили мужчину, який вырытавал спылающие кватеры двухгодовую девчонку. За проявленную одвагою натримал грамоту, памятные подарунки, а так само письмо с подякой и сувениры МНС. Пожар у доме номер 19 по улице Фадеева отбился 31 липня. Еще до пробытия вратовальника узвучайный прохожий 34-х годов Вячеслав Борошков вынес с кватеры дитя. Пошел туда уже несмотря ни на что, пошел чтобы спасти там уже не на минуту, а на секунду ушло время, потому что дым едкий был такой, жарко, очень сильно жарко было, дверь была горячая, ручка. Так даже не думал честно о своем здоровье, хотел спасти девочку, потому что видел, что маленький ребенок. Вячеслав Борошков по профессии зварщик. Этот день был для его выходным. Проходил мимо, когда зауважил дым с в окнах. За мощного задымления не смог зайсти внутрь и просто кликал людей. Раптом подшел голос девчонки. Мужчина шукал дитя на вобмоцок, взял на руки и вынес на свежее по ветрам. Затем был ребенок передан работникам скорой медицинской помощи. На сегодняшний момент с ребенком все в порядке, она выписана из больницы. Хорошо, что все хорошо заканчивается. Нам очень важно, что на самом деле есть граждане, сознательные граждане, которые не пройдут мимо беды своих соседей, односельчан и спасут жизнь. Азначим, что мужчина денечил не одиночку. Инши святка здарения участковый милиционер вытягнул с квартиры дядолю, девчонки, який не мог пересовываться самостоянно. Профилактичная акция дитя галоны пассажир стартовала на дорогах Гомельской в области. Продолжится и она по 21 жнивня. Мероприемство накировано на снижение колькости ДТЗ с детьми и не допущение их гибели об отравмировании на дорогах. На час акции работа будет смоцнена одразу по некольких накерунках. За 7 месяцев года на дорогах региона отбылось 28 ДТЗ с уделом детей. При этом больше за 70% здоровья по вине доросных. Жниво под знаком безпеки. Супрационники ДАИ и волонтеры червоного крыжа подключились и до уборочной кампании. Активисты громадской организации наведывают господарки в области водой. Одночасовая проверка в уровне артериального тиска и короткая лекция по оказанию первой допомоги потерпелому отспеки. Даю свою шаргу, держа на контроле справность техники и наявность всех документов. Знову штормить. За дождем и на больницу Беларуси на завтра снова объявлены оранжевую здоровьбу небезпеки. При на больницах макчима шквалистая измазнение ветру с порывами до 15-20 метров за секунду. В МНС просить улишивать эту информацию и заховывать мир застяроги. В наступные дни умовы надворья будут формировать прохолодные поветренные массы. Что день ждут опадки. Максимальная температура поветра в складе плюс 24 градусы. В пятницу ниже за 20. До выходных надворья полепшится. По передних прогнозах в субботу и неделю будет без опадков. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.bivay На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Гомеле на объездной. Один из его участников с травмами доставлен в больницу. Около 10 утра в районе птицефабрики столкнулись легковушка и большой груз. Вмаз перевозивший продукцию Светлогорского домостроительного комбината на довольно большой скорости врезалась Toyota. Удар практически лоб в лоб. В МАЗе справа сильно помята кабина, лопнуло колесо, имеются другие серьезные механические повреждения в ходовой части. Предположительно автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения в результате чего произошло столкновение. От удара Toyota оказалось в кувете. Также в результате ДТП у автомобиля МАЗ тоже довольно значительное повреждение. Топливо вылилось на проезжую часть. На месте работают сотрудники МЧС. Несмотря на то, что от легкового автомобиля осталась груда искореженного металла, водитель серьезно не пострадал. Ему даже не понадобилась помощь спасателей. Еще до их приезда он смог самостоятельно выбраться из кабины и его увезла скорая. Водитель грузовика отделался испугом. Из бака плитовоза на асфальт вылилось дистопливо, поэтому спасателям МЧС во избежание возможного возгорания приходилось периодически делать проливку водой. По факту ДТП проводится проверка. Стоит отметить, что на этом участке дороги довольно часто случаются серьезные ДТП. 8 лет назад МАЗ, груженный металлоломом, практически здесь же в лобовую столкнулся с легковым автомобилем Рено, в котором находились 5 человек. Все они погибли. После той трагедии на участке установили предупреждающие знаки, камеру фотофиксации скорости и изменили разметку на проезжей части. Накануне в Гомельском районе было зарегистрировано и другое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Около часа дня мотоциклист, проезжая по улице Советской в агрогородке Еремина, не успел среагировать и урезался во впереди идущий автомобиль. 35-летний мотоциклист без мутошлема, а также не имея соответствующей категории на управление данным видом транспорта, управляя незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом Сузуки из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Рено Дастер, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной больницы. Очередной несчастный случай, связанный с грозовым разрядом, произошел сегодня в Гомельской области. В Рогачевском районе погиб человек. Два родных брата, работавших животноводами на Турской сорто испытательной станции, пасли коров. Когда началась гроза, мужчины укрылись под навесом. По предварительным данным, в момент, когда один из братьев разжигал костер, в другого стоявшего у стола ударила молния. Пастух упал. Родственник пытался привести его в чувство, однако вернуть к жизни 32-летнему мужчину не удалось. В отношении погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Экспертам Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз предстоит отыскать на теле точки входа и выхода грозового разряда и дать заключение с указанием причины смерти. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Гомель» обыграл Гродненский неман в предпоследнем туре группового этапа Кубка Руслана Салея. В Гродно-Рысе отправили три безответные шайбы в ворота хозяев. На старте второго периода Александр Семочкин замкнул пас партнера на дальнюю штангу. Спустя 10 минут он же удвоил преимущество гостей. Денис Зайчик поставил точку, поразив пустые ворота соперника за полминуты до финальной сирены. В заключительном туре группового этапа Кубка Руслана Салея-Гомель завтра сыграет в Жлобине с хоккейным клубом «Барановичи». В турнирной таблице группы А Гомельская дружина располагается на втором месте. Шесть команд из Беларуси, Украины и Армении примут участие в турнире по мини-футболу Кубок Дружбы. Соревнования стартуют завтра в Гомельском спорткомплексе «Локомотив». На групповом этапе Гомельская БЧ сыграет с чемпионом Армении ереванским левой и бронзовым призером украинского первенства киевским хитом. Другому представителю нашего областного центра ВРЗ в соперники достали саршанские Витены четвертая команда украинского чемпионата «Энергия» из Львова. Именно эти две последние дружины и откроют турнир очным поединком, который начнется в 16.00. В 18.30 на паркет выйдут БЧ и Лео. В четверг и пятницу также пройдет по два матча группового этапа. Время начала в 16.00 и в 18.30. В субботу 17 августа состоятся стыковые поединки. Матч за пятое место начнется в 11.00. В 13.30 команды оспорят бронзу. Финал стартует в 16.00. В Могилеве завершился кубок и чемпионат Беларуси по стрельбе из лука. Команда Гомельской области заняла третье место в общем зачете. В личных состязаниях представители нашего региона на пьедестал почета не поднимались. В командных соревнованиях у женщин бронза. Мужчины остановились в шаге от пьедестала. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.